Окупантам конец, и они это чувствуют. Рашисты спровоцировали страшный скандал. Осетия разрывает новый супермем, у расистки, которая не хотела уезжать из Крыма, появилась сестра. Это горячие новости, все самое важное в одном дайджесте. Рашисты чувствуют, что им конец. Хлопки на военных складах очень сильно смутили всю их власть. ПВО не вывозит, а боеприпасы, как оказалось, очень хорошо горят и быстро кончаются. А защитить их гораздо сложнее, чем просто раздать новые методички пропагандюгам. Военная инфраструктура должна быть защищена не только РЭБом, не только системой ПВО, которая, ну извините меня, наконечна, но просто вот абсолютно там простыми понятными вещами. Склад, хавайте его в землю, зарывайте его в землю, тем более, что уж в Крыму-то возможности там хранить боеприпасы в бывших штольнях. Ну всё, каждому рабу по лопате, вот это настоящее решение уровня второй армии. А как так получилось, что самому прогрессивному государству ПВО не хватает? Почему же вы об этом не подумали, когда с войной в Украину пошли? Вы только уточните в следующий раз, на какую глубину копать и как потом эти снаряды искать в штольнях. В России спровоцировали громкий скандал, вице-спикер Госдумы на болотах выступил с новым стендапом и публично оскорбил пресс-секретаря Белого дома. Она из Африки, приехала в Америку, растерялась, стала тем, кем стала, и теперь вынуждена отвечать на вопросы. А что, она не африканка, секундочку, вы так на меня что так смотрите, вы что не видите, а в чем, так сказать, идея? Что? Она замаскировалась? Нет. Идей поэтому не хочется про Африку разговаривать? Да нет, ей пофигу Африка. Вот. Вот давай вернемся. Так она уже уехала из Африки, уже уехала она. Интересно, а вот те путинисты, которые нацистов в Украине ищут хотя бы иногда свое телевидение смотрят, потому что психопатов, которые на немецком кричат, они не замечают? Расизм в прямых эфирах уже тоже позволили. Завтра евреев начнут оскорблять. А рабы все равно ничего не поймут. Новый урок истории от расистов открыт. Пропагандюги уже несколько недель открыто угрожают Польше. То вагнеровцами, то ядеркой. В этот раз даже Сталина вспомнили, который по версии Путина уже половину мира подарил другим странам. Вот первые два леопарда, подбитые на украинском фронте, уже поступили на ремонтный завод в Гливице. Место для тех, кто знает историю, это именно то самое место, с которого началась Вторая мировая война в 1939 году. До вас послушаешь и Вашингтон каким-то образом русским окажется, хотя ничего удивительного. Цирк и психушка в одном флаконе. Никогда такого не было и вот опять. В этот раз порцию слез нытья подвезли путинские мальчики с Урмундии. Жалуются, что деньги им не платят, в отпуск не отпускают, голодные боссы пришли убивать украинцев, а России на них плевать. Это ж надо. Вы нам ничего не даете, воды нет, еды нет, но мы вас все равно уважаем, логично. Так может вы на свои болота вернетесь и хоть какой-нибудь митинг сделаете? Военкомат подорвете? Ну хоть мятеж устроите, чем просто ныть на камеру будете? Гуманитарка по-русски, как и всегда Великая Россия своих не бросает, поэтому голодным мальчикам на фронт отправляет очень вкусную еду. Упаковка заслуживает особого внимания. Там тебе и триколоры, наклейки с мотивирующими надписями и упоминания о СВО. Вот только внутри сгнившая бурда. Да кто в эти коробки вообще заглядывает, да рашисты? Смотрите, ребята, снова поднимается вопрос снабжений, когда говорят, что у нас все есть, все хорошо, а на самом деле мы, например, получаем вот такую тушенку, в которой, ну, просто сплошной жир. Посмотрите на эту этикетку, наверное, в тюрьме или в плену кормят лучше. Спасибо, ребята, пожалуйста, конечно. Ну, я не знаю, как тут воевать. Бедные хотели мясо, получили растопленный на жаре жир. Непонятного происхождения. Но вы не огорчайтесь, просто ваше руководство знает, что свежего мяса у вас на фронте достаточно. А скоро еще мобилизованных подвезут. Не просто так возраст призывников подняли. Электорат Путина начинает догадываться, что что-то пошло не так. На Болотном Муроме 90-летней бабушке, чей дом пострадал после пожара, предложили оформить ипотеку. Социально ориентированная государственность во всей красе. Сначала пашешь полжизни за копейки, потом доживаешь остаток жизни за нищенскую пенсию, а потом, как бомж, умираешь. Хотя логика ясна, это ведь если каждой бабки по квартире раздавать, то Путину на дворец не хватит. Да и ракеты сейчас не дешевые. Или это у них такая месть за то, что бабушка позволила себе до 90 лет прожить. А вообще, дорогие пенсионеры, если предлагают берите. И не одну ипотеку, но еще и кредиты. И где-то лет на 30. Военная подготовка по-русски. Плен ирашист рассказал порядки второй армии. Удивляться там уже нечему. Как обычно, бедным рассказывают, что они только окопы будут копать, а затем нагло обманывают и на первую линию обороны отправляют. Сказали, командование, укрепление позиций. Ну, блиндажи, не блиндажи, вот это все рыть, укреплять. Все. Давай ты, что ты, приказы не выполняешь? Давай иди. Ну, за неуполнение приказа, сами знаете, что может быть. Да. Ну, там обнуляют. Меня только стрелял один командир. Все. Разверачиваюсь и побежал. В это время я чувствую, здесь, ну, боль такая в ягодицу. И вылет отсюда был. Вот это мотивация, вот это мы понимаем. Но нам, если честно, нравится эта программа обнуления. Продолжайте и дальше. Помните россиянку со слезами на глазах, которая не хотела уезжать из Крыма после хлопка? Так вот у нее появилась сестра. Новый хлопок на полуострове. И есть новый мем. Просто, посмотрите. Ребят, это просто, просто прямое отключение. Она из-за озерки. Интересно, эту девушку уже приняли, как корректировщицу огня. Или аполитичных нараж это не касается. Помните, что там ни одна страховка не работает, поэтому, может, лучше вместо вечерних прогулок окопы потренируетесь копать. Сенсация, россияне изобрели машину времени. И теперь у жителей болот нет ни чистой воды, ни лекарства, ни почты, ни мобильной связи. У них даже телевизоры теперь не работают. Мы находимся у таксофона. И, конечно, в настоящее время мы не смогли никуда дозвониться. Дома стационарные телефоны зачастую, особенно в дождь, не работают. Но нам хотелось бы сотовую связь. Мы купили усилители, но кубовская связь в настоящее время не дает нам сигнала. Ну, вода и лекарства – это такое. А вот как же Путин смог позволить им жить без телевизоров? Это они и о величии России не знают, хотя, может, это и к лучшему. Без Соловьева, Скобеева и других пропагандистов есть шанс, что они протрезвеют когда-то. А сейчас внимание на экран. Такого хлопка вы еще не видели, это еще то шоу. В столице абсурда Москве ремонтники зацепили электрический кабель под землей, и вот что произошло. А представляете, что будет, если завтра случайно заденут кабеля во всех городах Раши? Это же будет самая зрелищная самоликвидация террористов в мировой истории. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова